Доллар иступает позиции сырьевым валютам на фоне восстановления котировок на нефть. Это снижает его привлекательность в качестве безопасного актива. Фондовая Америка торгуется в зеленой зоне. В фокусе рынков – порция экономических данных из США. Инвесторы продолжают напряженно следить за принимаемыми мерами по борьбе с распространением коронавируса. Дональд Трамп объявил о первой фазе снятия карантинных ограничений. Но между властями разных штатов и администрации президента всплывают разночтения относительно порядка и сроков открытия разных сфер бизнеса. Так, в Палате представителей Конгресса США ожидается принятие очередного законопроекта о помощи в борьбе с коронавирусом на сумму почти в 500 млрд долларов. В результате общий объем утвержденных средств приблизился к 3 трлн долларов. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы отскочили в среду от минимальных отметок. Сегодня рынки ценных бумаг торговались с наименьшим оптимизмом, поскольку инвесторы готовились к очередному ошеломляющему недельному отчету с рынку труда США и публикации индекса деловой активности. Фьючерс на промышленный Dow Jones незначительно прибавлял в начале вечерней сессии. Индекс S&P 500 все еще находится на 17% ниже своего февральского рекорда. Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю на 810 тысяч и составило 4 млн 427 тысяч. Аналитики ожидали более существенного снижения первичных заявок. В этом случае недельный показатель составил бы 4,2 млн. Показатель постепенно снижается, и многие понимают, что большинство из числа безработных сможет вернуться на свои прежние места, когда только позволит ситуация. Вполне возможно, что рынок уже начал жить ожиданиями скорого выхода из карантина. Вот только ряд специалистов в декабре прогнозируют вторую, более жесткую волну пандемии. Индекс доллара в очередной раз преодолел круглую отметку на 100 пунктов, но для финального импульса необходимо покорить значение 101.00. Без хорошего фундаментального фактора здесь не обойтись. Вечернюю сессию американская валюта растеряла часть набранной прибыли и торговалась в районе отметки 100.40. Сегодня американец лишился прироста и упал по отношению к валютам стран-производителей нефти. Пара USDCAD зашла на территорию 40-й фигуры, теряя 0,6% стоимости. Рынки понемногу приходят в себя после беспрецедентного обвала котировок черного золота. WTI после открытия американской сессии ускорила рост до 25%. Баррель нефти оценивался выше 17 долларов. Сегодня на глобальных площадках царили оптимистичные настроения, а финансовые рынки восстанавливались. Но завтра все может круто измениться. Высокая волатильность – это своего рода новая норма, с которой нам нужно иметь дело в ближайшие недели, а вполне даже и месяцы. На этом у нас сегодня все, вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. С вами была я, Екатерина Стихина. Спасибо, что были с нами. Ждем вас на нашем канале завтра. До встречи!